Друзья, приветствую! Получил посылку из Краснодарского края, значит, сейчас я ее ускорю видео максимально. В посылке образцы масла G-Energy Forest 530. Вот описание со свежего автомобиля. Это Kia K5. 2,5 литра атмосферный мотор бензиновый. Пробег на автомобиле, на масле. Все вы видите здесь. Сейчас я распакую и можно будет приступать к созданию эталона и потом проверки уже отработки. Вот сами баночки, свежие отработанные, подписаны. Приступим. Первым делом, естественно, я заранее создал болванку под это масло. Сейчас обновлю свежим спектрограмму на нем. Масло приобретается на Вилбере. Вот у одного продавца. Производитель подтвердил, что это оригинальное масло. Вот такая спектрограмма. Смотрите, есть здесь эстеры. Примерно 1,2%, ну так от 1% до 1,5%. И, кстати, возможно, что даже есть добавление ПАУ, потому что эстеры часто соседствуют. Они как такие костыли для ПАУ. Некоторые недостатки ПАУ компенсируют. Далее сейчас я подкорректирую данные. Посмотрите, противоизносных присадок 97%. Это относительно болванки МОБИЛ, ой, КАСТРОЛ 0,30. То есть такой же уровень. Так, выставляю в ноль. Сажу гликоль сейчас тоже обнулю для задания начальной точки. И обратите внимание на кислотное и щелочное. Значит, щелочное 7,9, а кислотное 1,59. Очень похоже на правду. Щелочное вообще совпало один в один с тем, что заявляет производитель 7,9. Я не знаю, как производили, медил по какому госту, но тем не менее, вот показало точно такой же результат. Один в один. Ну и можно приступать к проверке отработки. Значит, пробег на масле 8,00. 8,000 километров, но у владельца написано 8,000 плюс-минус 100 километров. Вот. Я написал 8,00, а в ресурсе посчитаю 7,900. Посмотрите, противоизносных присадок 72% осталось. Все показатели в норме. Даже вот удивительно, сажи вообще не найдено. То есть мотор идеально сжигает, все работает. Ну, как бы, блин, придраться не к чему. Ну и понятно, что, да, 31,000. Машина майская, полгода автомобиля. Даже может меньше, пока ее поставили туда-сюда. Вот. И 31,000. Мотор прикатан. Видимо, ну вот в идеале я не вижу здесь никаких проблем. Начало по чуть-чуть срабатываться щелочное. Но есть еще запас кислотное. Видите, 2,5 кислотное и 3,4 щелочное. Но, тем не менее, я так выставлял уже лимиты по-старому. Но здесь придраться не к чему. Возможно, надо будет на следующей замене поменять воздушный фильтр. Потому что по чуть-чуть нарастает нитрование. Плюс 15, 15,3. А где-то от 20 уже начинается порог предупреждения. Единиц. Так, сейчас сравню вязкость. Свежую отработку древаю. И давайте посмотрим. Посмотрите, просто удивительно. На таком пробеге, немаленьком, городском, преимущественном, 2,3 город, А с маслом практически ничего не произошло. Это показывает, говорит о том, что мотор в идеальном состоянии. Он идеально работает. Все функционирует. Вот. Ну и масло отличное. Смотрите, как крепко держится. Да, не забывайте поставить палец. Подписаться, кто не подписался. Нажимайте колокольчик, если хотите получать следующее видео. Ну, уведомления о новых видео. Ну и вот такой ресурс у меня получился. Значит, то, что было, то, что стало. Да, практически на единицу поднялась кислотная. Но, тем не менее, как я уже говорил, 7,9 я посчитал с минимальным, чтобы, ну, какой-то запас оставить, чтобы не выжимать все. И у меня получилось 9,200 по километражу. В данном автомобиле, в дальних условиях эксплуатации масло может отработать. А по моточасам 345 моточасов. Вообще супер результат для Эльсака. Вообще вопросов тут никаких. Отличное масло. Забодяжили. Значит, у производителя написано, что разработано оно в Италии. И, возможно, производит его в Италии. Так что, очень классное масло, на мой взгляд. Хорошая альтернатива импортным маслам. Небольшие деньги, как я понимаю. Но вот достойный очень результат. Ну, понятно, что здесь, конечно, большую роль сыграл свежий автомобиль в состоянии. И, кстати, я полагаю, что здесь немало холостого хода. Потому что, судя по пробегу, машина используется и в такси. Это Сочи, трансферы. Ну, понимаете, да? То есть, летом особенно жарко. Я думаю, что, когда ожидает, работает. И уже не первый раз. Вот я замечаю, что когда машина долго работает на холостом. То есть, масло дольше выдерживает. Возможно, это отчасти и объяснение тому, что автомобили в такси позволяют на больших интервалах использовать масло. То есть, на холостых оборотах минимальное потребление кислорода. А кислород – это основной виновник окисления масла. А окисление уже тащит все остальное. Деградация, накапливание кислот и все прочее. Когда их много, они уже начинают откладывать. Шлаки, шламы и все такое. Повторюсь еще раз. Благодарю владельца за предоставленные образцы. Не знаю, как правильно его имя. Ваге, Ваге. Вот. За поддержку канала. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Увидимся в следующих видео. Пока!